Вы знаете, у нас столько лет мы, вернее, работаем в сельском хозяйстве, мы уже ничего не боимся, честно говоря. Потому что прошли через 90-х годов, много чего было, и уже, наверное, просто боялка отпала. Покупаем, наверное, как и наши соседи, всякую технику, но у нас ориентируемся на то, что покупаем не так часто, но вот за 30 лет мы перевооружались трижды. То есть раз в 10 лет получалось под технологию перевооружались, менялось время, менялись технологии, соответственно, менялась экономическая составляющая. Отсюда и приходилось подстраиваться и перевооружаться в том числе. Очень много внимания уделяем тому, чтобы та техника, которую мы хотим приобрести, она была более универсальной. Насколько это возможно вообще. Ну, например, я приведу. Многие хозяйства по необходимости, я считаю, что такая необходимость есть, они приобретают там погрузчики. Там GCB, кто Манитух, кто всякие погрузчики приобретают. А вот кто-то для жертвоводства, кто-то для удобства работы. Мы посчитали, что с нынешней ценой на эти погрузчики мы пошли немножко другим путем. Мы приобрели трактор John Deere 6 серии. Этот трактор должен был выполнять у нас, разгрузить парк тяжелых тракторов. Это вот кейс Магнум. Кейс Магнум у нас там таскал, практически выполнял все работы, не выезжая с полей, в прямом смысле слова. Он и сеял, он и работал основным орудием. А основные орудия у нас опрыскиватели, это Амазона UX 6200, это 36-я штанга с навигацией, там, в общем, совсем-совсем, что можно придумать вообще. А вот, и он выполнял и эти работы. А эти работы самые интенсивные в нашем хозяйстве. Именно работа опрыскивателем. То мы, когда приобрели трактор John Deere, мы часть орудий, а это в основном опрыскиватель, это дискатор, это, опять, дискатор у нас применяется там для таких вот нужд, допустим, пожарную полосу сделать, ну, или часть полей, там, совсем небольшую часть полей мы можем задисковать. В зависимости от культуры и состояния полей. А вот, задисковать. После этого мы приобрели к этому трактору еще фронтальный погрузчик немецкий с большим объемом ковша, с электроникой, который, в принципе, по большому счету может заменить погрузчик, там, JCB, ну, скажем, самый такой распространенный. В народном хозяйстве. Вот, может быть, не настолько он там, сто процентов может быть, длиной стрелы. Но при погрузке там, а это вот основная, это сельхозпродукция наша, то, что мы грузим быстро, эффективно, без лишних, там, затрат, все-таки. Это вот он выполняет с большим-большим, так сказать, плюсом этот трактор. Большой ковш, большой вылет стрелы, техника безопасности на нем шикарно, он не перевернется, все это там регулируется, все это, в общем, идеальная машина. Купили к нему же, к трактору, к этому, перегрузчик зерна. Перегрузчик зерна, зерна, наш отечественный, это тонар. Вот, недавно он пришел, этот погрузчик зерна. Мы его собрали. То есть, трактор стал у нас больше универсальным. То есть, надо работать в поле, мы отстегнули стрелу, работает в поле. Надо принять участие в уборке, он цепляет перегрузчик зерна 30-кубовый и начинает работать с зерном. То есть, универсальность его достаточно, мы подняли на хороший уровень. Также купили мы, приобрели и пассивной комплекс Барго, анкерный. И после того, когда у нас был пассивной комплекс ДМС Амазона, мы пробовали несколько лет подряд сеять подсолнечник этим пассивным комплексом ДМС. И у нас получилась разница в урожае наравне с пропашными поселками, это всяких-всяких производительных, импортных, то разницы в урожае у нас практически не оказалось. А засушливые годы даже была немножко выше. То есть, мы когда приобрели пассивной комплекс Барго, мы начали сеять не только высевать зерновые культуры, но еще и пропашные культуры. При покупке комбайна, мы купили комбайн Кейс 8250, ну и к нему приобрели жатку 12-метровую. Вот жатка пришла, а комбайн не пришел. Нам пришлось быстренько переориентироваться на нашего производителя. Приобрели комбайн Торум 785. Наверное, это была одна из последних машин, которая выпускалась с комбайном, вернее, с заводом Растельмаш. С двигателем Мерседена? Нет, нет, каменс, двигатель каменс, но это того хуже не стоило, что импортный, что тот, что тот, импортный двигатель. Вот, вариантов никаких не было по покупке комбайна, но я хочу, вот передо мной выступал выступающий, я говорил, что цены поднялись очень как бы на 15-20 процентов. Но, видимо, человек не покупает технику, а просто смотрит на бумаги и не знает порядок цен. В один день поднялись цены, ну, в буквальном смысле, они не поднялись, они выпрыгнули вверх, понимаете? Если комбайн стоил 18 миллионов, стал стоить 23 миллиона 800 тысяч рублей, а еще через немножко 28 миллионов. То есть, цена стала такая, как будто мы приобрели комбайн, кейс с интеллектуальной системой, который там через 20 секунд перенастраивается, там может работать круглые сутки, ну и так далее, и так далее. То есть, я считаю, что это не издержки производства, а это называется бизнес по-русски. Нужно заработать за один день на всю оставшуюся жизнь, понимаете? Это сплошь и рядом среди наших производителей. При этом качество вообще на это внимание даже не уделяется. Я не буду производителей называть, да, но из последних машин, которые к нам приходили, такое впечатление, как будто ребята с СПТУ учатся, тренируются на этой технике ее собирать. Ну, то есть, сварные швы класть там и так далее. Покраска, покраска вообще, понимаете, это что-то вообще отдельное. У меня такое ощущение, что маляров наняли бы, которые делают ремонты в квартирах, они, наверное, бы лучше красили, чем красят на производстве. Ну, это не без обиды, это мы должны обижаться на них, а не они на нас. Вот, поэтому цены растут, а качество ухудшается у этих ребят. То есть, я считаю, что это все-таки бизнес по-русски, это жадность. Это жадность наших производителей. Будет то касаться семян, подсолнечника или кукурузы. Ну, как это, понимаете, вот цена подсолнечника, тот, что мы убираем, не возросла. Цена наших производителей, наших семян отечественных выросла в два раза. С чего бы это вообще выросло, почему она должна вырасти в два раза. Ну, и таких вопросов очень много. Но то, что касается вот универсальности в нашем хозяйстве, то есть, хотим и покупаем технику только ту, что очень высокого качества, не потому, что нам не жалко денег. Нам, как и всем остальным, жалко денег тратить на себя. Но с этой техникой, когда покупаешь высокого класса технику, потом получается меньше затрат на ее ремонт. Техника обычно ломается тогда, когда она работает. Не когда стоит, а когда работает. И если ты вроде бы отремонтировал технику и поехал работать, она поломалась, то говорит о том, что что-то, значит, не так. Или с запасными частями, или уже с самой техникой. Может, старая она стала. Мы недавно приобрели еще комплекс по подработке семян. Этот комплекс французский, Дорец. Суть его заключается в том, что он подрабатывает пять систем очистки у этого комплекса. Он протравливает семена и запаковывает в биг-беги или тарит в мешки. Семена. То есть, качество очень высокое. И протравки, и сортировки. И он еще, добро ко всему, мобильный. То есть, его можно перевозить с места на место, с хозяйства в хозяйство, с отделения в отделение. Да, он стоит очень дорого. Но дорого не получать урожай. А урожай, как мы знаем, напрямую зависит от посевного материала. То есть, плохо подготовлен посевной материал, ждать. Не зря есть пословица, что посеешь, что и пожнешь. То есть, большое внимание уделяется именно посевному материалу. И он готовит практически весь посевной материал, который применяется в нашем хозяйстве. Да, и, наверное, и у соседей. А вот это и мелкосеменные культуры, и некоторые пропашные, зерновые, бобовые. Ну, то есть, большой перечень этих культур. То есть, на это дает универсальность этой машине. А значит, она полностью удовлетворяет наши потребности. Добавок ко всему, эта машина очень проста сама по себе, с механической точки зрения. И когда смотришь, как эта машина сделана, как она работает, и начинаешь понимать, что, наверное, все-таки не в образовании у нас дело, а, наверное, скорее всего, немножко есть отрыв от тех, кто работает в сельском хозяйстве, тех, кто производит что-то для сельского хозяйства. То есть, еще, видимо, не срослись мы вместе. То есть, то ли мы не можем донести, то ли нас не слышат. И когда, знаете, китайцы говорят, если подмастерье делает точно так же хорошо, как и мастер, то он тоже мастер. Но если у нас нет КБ, нет инженеров, ну, сейчас никто не запрещает разобрать и сделать точно так, как делает мастер. Ну, то есть, пути известны, страны, которые поднялись на этом, нам тоже известны и понятны. Я думаю, что один из вариантов для производителей, наверное, один из самых лучших, наверное, это этот вариант. Ну, на мой взгляд. Может, не все так просто, но тем не менее. Я не знаю, опять-таки, комбайны остались прежние, ситуация поменялась, рынок зерна, про который мы сейчас только что говорили, да, я просто не понимаю, мы живем одной жизнью, а те, кто сверху на нас вниз смотрят, они живут своей, мне кажется, жизнью, по одной простой причине. Сколько уже крестьяне не говорят о пошлине, которой она нас, знаете, она нас не душит, она нас топит, эта пошлина. Нас не слышат, и эта пошлина как была, так и есть. Хотя обещали, когда будет пошлина такая, будут приоритеты там же от наводства, выделяться больше денег и так далее, но этого же вообще ничего нет. То есть, деньги в никуда. И нас как бы притапливают. Ну, я думаю, что должно поменяться, рано или поздно, или мы утонем, или нас услышат. Да, что-то должно произойти для того, чтобы что-то должно поменяться. Ну, а время такое, что нужно больше заниматься унификацией, то есть, грубо говоря, нет возможности поменять технику. Я имею в виду, при пропашную, скажем, сейлку, нужно приспосабливаться к зерновой сейлке. И никто не говорит, что если 60 тысяч семян на гектар высевается пропашной сейлкой, то 60 тысяч семян точно так же можно высеять зерновой сейлкой. То есть, это универсальность. Да, это универсальность. Нельзя купить GCB, можно повесить, взять более универсальный трактор и навесить, как мы это сделали. Нельзя купить КАМАЗ, который подорожал в два раза. Ну, значит, нужно купить перегрузчик зерна, который стоит по старым ценам, он стоит столько же. То есть, в районе 3,5 до 4 миллионов. Я думаю, что это очень хороший выход с ситуацией для логистики зерна. То есть, машина, которая может заправлять и пассивные комплексы, и при внесении минерального питания на полях, и доставки зерна, доставки от комбайна к машинам. То есть, это достаточно универсальная машина. И пока что она доступна в ценовом выражении. То есть, я думаю, что на это нужно крестьянам обратить внимание, пока производители этих машин не проснулись и не подняли цену. Ну, надо им сказать спасибо, что они держат в этой ценовой политике. Даже немножко они подешевели. Ну, прям, немножко-немножко, но это все равно приятно. Да. То есть, это универсальность. И семена. Семена, я думаю, хотя, в принципе, не готовы еще многие производители семян, чтобы нас обеспечить полностью. Но я думаю, что к этому нужно стремиться, и это должно произойти. рано или поздно мы все-таки должны освободиться от импортных семян. Это и пропашных культур, и по сахарной свекле, по овощным. Ну, то есть, зерновые, слава богу, у нас. Да. Что касается пшеницы, то, конечно, уровень получения. Бобовых, зерновых, вот у нас, как бы, слава богу. А масличные, да, пропашные, это огороды, это, да, это прямая зависимость. В принципе, все. Да. Юрий Ильич, а вот универсальность, к которой вы стремитесь, уже что-то можно сказать по экономике? Что вы выигрываете в результате? Ну, давайте вот разберем прямо вот конкретно. Такой пример, как мы применяем для высева пропашных культур, посевной комплекс Барго. Да, у него междурядие 25 сантиметров, это достаточно непривычно для тех людей, которые долгое время работают в сельском хозяйстве. Вот, почему непривычно? Ну, потому что не 70 сантиметров, вроде бы, и междурядную обработку проводить невозможно при этом. Ну, сейчас настолько большой выбор семян, которые позволяют нам работать и гербицидами в том числе. И этот посевной комплекс имея огромный просто бункер для удобрений, для семян, ты его загружаешь там один раз в день, а то и один раз в несколько дней, если по семянам семян касаться, и он просто работает, 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 работает. То есть время ты не тратишь на загрузку, время не тратишь ты на остановки, а значит производительность этого комплекса увеличивается. Опять-таки, не надо покупать пропашную селку, не надо покупать запасные части, пропашной селки не нужно покупать трактор, то есть иметь еще одного механизатора. И отсюда опять-таки прямая выгода того, что мы приспособились к этому посевному комплексу и работаем с этим посевным комплексом. На первый взгляд нам казалось, что нужно приобрести к комбайнам жатки безрядковые. Мы на Растельмаш сразу приобрели такую жатку безрядковую. Производство Растельмаш работает очень хорошо, качественно. Подсолнечник идет в бункер обмолоченный, очень чистый. Почему? Потому что срезается одна корзинка. Ствол не попадает в комбайн, не измельчается и отсюда при сортировке массы не возникает этих проблем. молотить ее, грубо говоря, идет подсолнечник очень чистый. Ну и на старом комбайне кейс у нас обычная жатка с междуредием 70 сантиметров, клеверская. Она очень даже исправляется с этой ситуацией с междуредием 25 сантиметров. Потери я не скажу, что больше, чем при уборке с междуредием 70 сантиметров. поэтому я думаю, что оправданно применять пассивной комплекс для посева именно подсолнечника. Но это если рассматривать именно вот такой пассивной комплекс. А то, что он еще обладает рядом преимуществ перед другими пассивными комплексами, даже теми же и анкерными и другими, а вот это вообще как бы становится для нас очень-очень приятным сюрпризом применять этот пассивной комплекс для работы именно посева пропашных культур. ПОДПИШИСЬ!